Я инженер, работаю в компании Fluence Labs, вот, у меня достаточно большой опыт системного программирования, относительно, наверное, вот, я большую часть жизни занимался именно им, всякой низковой уровней разработкой под ядрами различных операционных систем, вот, свободное время занимаюсь, увлекаюсь математикой, соревнованиями СТИОВ, преподаю в университете, вот, ну, наверное, так, да, я заранее прошу прощения, мне немного сегодня осип голос, поэтому я буду иногда делать мьют и прокашливаться, вот, прошу прощения заранее. Да, все нормально. Ну что, давай попробуем узнать, почему, как бы, столько аллокаторов существует, и ты знаешь про них всех, поэтому. Нет, я знаю, я знаю далеко не про все, как минимум я не знаю про матрас, и, на самом деле, я не знаю большую часть, наверное, ну, и, скажем так, наверное, всех аллокаторов, их около сотни разных, вот, я в лучшем случае знаю процентов 5, наверное. Вот, а сегодня я хочу рассказать, наверное, про два таких главных, ну, и часто используемых аллокатора, это аллокатор Алипция, Галипция, ну, я вот это называю ПТ-молог, на самом деле это не совсем явно, потому что у него такая сложная история, я чуть потом на следующих свайдерах скажу, вот, и второй аллокатор, это GM-аук, на мой взгляд, один из самых популярных на данный момент, ну, количество использований. Вот, я расскажу какие-то, значит, как они устроены внутри, какие у них есть такие интересные архитектурные решения, как они, ну, скейлятся, да, как устроены различные блокировки внутри, вот, при этом, наверное, я больше расскажу про ПТ-молог-2, ну, это у меня периодически называется Галипция-молог, там, ПТ-молог-2, это вот все одно и то же на слайдах. Больше расскажу, почему, потому что, ну, как-то я с него начал, и презентация разрослась, и ПДжей-молог там чуть времени осталось меньше, вот, ну, если кому интересно ПДжей-молог больше, там можно спросить в вопросах. Вот, вначале я расскажу введение, введение включает в себя, это вообще какая-то такая базовая информация, там, что такое, какие есть стратегии авокации, какие есть аллокаторы, что такое отличное пространство, точнее, как оно устроено, я думаю, тут примерно все понимают, что это такое. Ну, вот, и в конце закончу обзором бенчмарков. Почему не своим, а почему обзором? Потому что, ну, свой бенчмарк вообще сделать, мне кажется, нереально сложно. Само нереально сложно делать бенчмарк, который бы всех устраивал, потому что все аллокаторы, ну, почти все, они настраиваемые, да, они зависят от параметров операционной системы, от юскейсов и так далее, и так далее, и по бенчмарке этих, ну, бесконечно сложно. Я не стал управлять на себя такую ответственность, тем более есть два классных бенчмарка, они независимы от этих двух аллокаторов. Вот, первый из них, он, это бенчмарк баз данных, вот, а второй, это, значит, бенчмарк из мимо лока, вот. Независим он потому, что там сравнится много аллокаторов, и он не зависит от GE и потом аллока, как бы друг от друга. Вот, ну, давайте начнем с введения таких базовых вещей. Вообще-то, если подумать про аллокаторы, какие можно предъявить к ним, ну, как бы требования, да. Я выделил здесь пять основных, наверное, их можно больше, можно меньше, да, это зависит от конкретного случая. Но давайте проговорим немного про каждый из них. Вот, первый из них, скейлабилити, значит, это, что это такое? Это то, что наш аллокатор будет скейлиться на хардвару, да, то есть, что аллокатор будет нормально работать с большим количеством потоков, с нумоядрами, с, там, не знаю, там, с чем угодно, с различными уровнями, ну, устройствами кэшей с памятью, да, с моделем памяти разными. Вот, второе требование перформанса, думаю, очевидно, значит, эффективность памяти. Что это такое? Это, наверное, два требования. Первое – это накладные расходы, потому что каждый аллокатор накладывает какие-то, ну, как бы, он использует дополнительную память, вот, потому что, ну, иначе не получится. А второе – это фрагментация памяти, да, то есть, аллокаторы, ну, как Александр сказал, это нерешаемая проблема, и аллокаторы разные представляют разные бристики по тому, как можно фрагментацию памяти уменьшить. Четвертый пункт, значит, честность, да, памяти, что это такое? У нас, ну, как бы, много поточная, да, много процессорная, там, многоядерная среда, ну, вот, и хочется, чтобы аллокатор использовал, ну, столько памяти, сколько ему на самом деле нужно. То, что, например, когда мы открыли, не знаю, там, в хроме 50 вкладок, у нас, значит, употребление памяти резко подросло, потом мы оставили одну вкладку, вот, то нужно, чтобы, как бы, употребление памяти снизилось и ресурсы отдались системе, на самом деле, потому что не все аллокаторы это делают. Вот, и последний пункт – это такие проблемы безопасности. разные аллокаторы, они, ну, вот, у меня такой background-less security небольшой, значит, разные аллокаторы, они представляют разные, как бы, такие, exploit mitigation, да, это способы противодействия эксплуатации различных уязвимостей. Ну, я сразу скажу, что в этом плане Pt-Malog, наверное, один из, может быть, лучших, из широко используемых, потому что, ну, во-первых, он популярный, а, во-вторых, он появился очень давно, и exploit mitigation в нем мало, они постепенно появляются, но, тем не менее, есть такие, ну, различные способы эксплуатации, которые основаны именно на, ну, значит, перетиранниках тендерных структур. GMO в этом плане он более продвинутый, но я об этом скажу чуть больше в конце. Так, еще есть базовая информация, какие вообще есть стратегии локации памяти. На самом деле, их две основных, есть там различные гибридные, да, которые составляются из этих двух, ну, они более-менее очевидны, да, это best fit, когда мы авоцируем память как бы такого размера, который, ну, минимален к запрашиваемому, то есть он приближается справа к тому размеру, который попросили. Вот, ну, плюсы понятны, плюсы – это меньше фрагментация памяти, в таком подходе и минус – это больше скорост работы, больше накладные расходы. Сразу скажу, что PT-малок, я буду PT-малок называть, это, ну, почти все механизмы PT-малока, они работают по принципу best fit. Вот, first fit – это, ну, думаю, тут все прочитали, у него плюс такой, что у него выше скорость работы и обычно меньше кэшмисов. Но на самом деле кэшмис – это многоордогональная характеристика, но в целом обычно бывает так. Вот, и GM-алок, его основные алгоритмы и стратегии, они как раз устроены по принципу first fit. Так, теперь давайте посмотрим, какие есть авокаторы. Вот, у Александра был такой слайд похожий, но я чуть-чуть подробнее расскажу. Значит, здесь перечислен, наверное, самый популярный авокатор, который можно встретить, вот. Ну, и еще матрас, да. Вот, значит, все началось с такого популярного авокатора Дейл Малок. Значит, Дейл – это акроним от Дук Ли, достаточно известный исследователь, который в последнее время занимается джавой, насколько я знаю. Вот, он сделал такой Малок, который существует до сих пор. Если я не ошибаюсь, это были середины 90-х, вот. И поэтому там есть различные особенности архитектурные, которые связаны именно с тем, что, ну, как бы, в середине 90-х было мало памяти, вот, хотелось всем меньше фрагментации, меньше накладных расходов и всего такого. Потом его форкнули и сделали семейство авокаторов ПТ-Малок. Значит, они уже стали учитывать многопоточную среду и многоядерную. Вот. И потом Галипце форкнули ПТ-Малок 2, вот. И получается, что Галипце авокатор – это как бы форкнутый ПТ-Малок 2, который, в свою очередь, форкнут Дейл Малок. Ну, и, к слову, тут еще не указан авокатор в Масле. А вот, в Масле – это тоже форкнутый Дейл Малок, но он там сильно изменен. Там тоже есть тэкэш, как и в ПТ-Малок 2 современном. Вот. А третий авокатор – Джейл Малок. Изначально он, значит, в 2005 году был написан первой версией FreeBSD. Вот. Потом стал использоваться в Firefox, а потом в Facebook. Вот. Значит, на нем это стандартный авокатор Бионико в Android с пятой версии. Вот. И в Redis, например, он используется по молочанию. Ну, много где. Вот. UMM я не знаю достаточно мало, но вроде такой основной авокатор в Солярисе. Вот. TC Малок и TBB Малок, они, соответственно, разработаны Google и Intel, соответственно, используются в Chrome. TBB Малок, по-моему, расшифровывается как Thread Building Block. Вот. Его основная характеристика – это скелабилити, так как они заявляют. Вот. Но в бенчмарках его, кажется, нет. Вот. Поэтому… Ну, о нем можно как-то потом подробнее поговорить. И последний авокатор – это авокатор, который появился… Ну, из них, наверное, самый молодой. Он появился в семнадцатом году. Пусть мне не изменяет память. Это MIMALOK. И, наверное, это такой самый многообещающий авокатор, потому что… Ну, во-первых, не очень много… Как бы он существует, да, потому что каждый авокатор, он эволюционирует постепенно. Вот, в частности, там JMLOK сейчас уже версия 5.2. Ну, и какая-то там минорное число, я не помню. Вот. И JMLOK очень сильно эволюционировал. Например, он очень сильно эволюционировал с четвертой, по пятой версии. Вот. А MIMALOK он заточен, ну, согласно доке, я там немного знаю внутренности. Он заточен под, ну, типа, различные современные языки, которые требуют там… Ну, типа, удобной работы с атомиками, с аллокацией маленьких размеров. Вот, что-то типа свифта, раста и так далее. Так, ну, теперь давайте еще базовую информацию. Значит, вообще, авокатор можно рассматривать, на самом деле, просто как кэш. Вот, надеюсь, мою мышку видно. Ну, вот, если вы смотрите адресное пространство, да, которое имеет наш бинарник, липс, и, значит, ядро в kernel space. Кэш к ядру. Ну, потому что, ну, напрямую можем вызывать, там, системные вызовы MAP, BRK, M-Advice. Вот, но это дорого, да, переключение ядро на дорогое. Вот, и более того, оно, как бы, под временем непредсказуемое, что для многих критично. И поэтому, ну, как бы, аллокатор – это такая принципиальная штука. Значит, так, звук пропал, да? А, нет, окей. Значит, ну, и, соответственно, аллокатор – это, ну, либо кэш, либо просто прокси к ядру, да, который проксирует вызовы, и, ну, можно воспринимать его как кэш. Значит, вот адресное пространство. Тут такая картинка позаимствованная, значит, с какого-то мануала. Важны тут две вещи. Первая вещь – это то, что у нас есть BRK-area, во-вторых, есть MemoryMap-сегмент. Что такое BRK? А BRK – это такое наследие, ну, кажется, появилось в Unix 6 в 75-м году, вот. Это такая, как бы, когда деревья были молодыми, и памяти было очень мало. Вот. И BRK-area – это такое наследие, которое, ну, многие локаторы от него хотят отказаться. Там, например, JMLog ведется в GitHub-е дискуссия, что давайте мы откажемся использовать BRK. Вот, они сейчас используют в основном MemoryMap-сегменты, но если не получилось выделить мапом, они, ну, как бы, переключаются на BRK. Вот. Вот, PT-малок использует BRK как для основной арены и MemoryMap-сегменты для остальных арен. Значит, BRK – это такая область, которая может расти, да, в отличие от MemoryMap-сегментов. То есть, есть там два вызова – SBRK и просто BRK, кажется, вот, которые устанавливают первую границу, она может уменьшаться. Вот. И, значит, мап-сегменты они расти не могут. Вот. Там сложно все с их удалением, потому что оно, как бы, непростое в том плане, что… Есть вот вызов мадвайз, который появился с 4.5, кажется, линкса, который еще не всеми поддерживается и который имеет асинхронное удаление, там, через флаг мадфли и синхронное через don't need флаг. Есть еще мадмап вызов. Вот. И более того, это… Мы говорим сейчас о Linux, финала, аллокаторы, но, в частности, GMO, он поддерживает Windows. Там тоже похожая штука с… Только там функция – это не мапа, а виртуаллог. Вот. Как бы с этим все чуть более сложно. Вот. Ну, и да, как бы понятно, что нас интересуют анонимные маппинги, в данном случае, в которых нет файлов по ним. Вот. Ну, давайте теперь перейдем к ptm.log. Он состоит из основных четырех структур. Во-первых, структура называется malloc chunk. Да, мы будем, как бы, идти, получается, снизу вверх, то есть каких-то таких маленьких частей. Маленькая, минимальная часть откажется от chunk в локаторе. Вот. Он описывает структуры malloc chunk. И потом будем постепенно подниматься выше к аренам. Да, вот, соответственно, значит, malloc chunk – это заголовок chunk. Бинвесты – ну, да, это, как бы, массив указателей. Причем, ну, то есть это, по сути, массив списков односвязанных и односвязанных, в зависимости от типа бина. Вот. И, значит, арена и хипстракт – это такие взаимосвязанные структуры, которые… Ну, вот, арена, она, такое, как бы, понятие общее – это, ну, просто набор локаций, которые обычно относятся к одному тренду. Вот. Она, в свою очередь, содержит несколько структур хипстракта. Вот. Чтобы вам было не скучно, подумайте, напишите в комментариях, значит, ответ на вопрос. Вот, я написал такой код, значит, я вызываю malloc с нулем, у меня galibc по tm2, например, скажем, что Ubuntu, galibc версии 2.27 стандартный, вот, а сколько будет памяти реально выделено? То есть, или не будет выделено, или malloc вернет ноль? А кто напишет более точный ответ, там, Саша, поставь плюсик к карму. Ну, потом, потом я дам ответ, вот, через слайдов 15, поэтому вот здесь минут 20 где-то подумать. Вот. Значит, malloc chunk, что это такое? Это такая структура, которая есть, ну, получается, 6 полей. Значит, да, вот, первый ответ – 64k, что такое k? Ну, не килобайты точно. Значит, тут есть 4 поинтера, о которых я чуть дальше расскажу. И здесь есть два таких поля – size и prefsize. С prefsize есть небольшая путаница, там, пани, в какой chunk его отнести. Но давайте сейчас посмотрим на картинках. Вообще, chunk, они бывают четырех типов. Значит, свободный, занятый, топ и last reminder, да, это last reminder, chunk, который, типа, последний, поделенный chunk. Сейчас мы про каждый из них поговорим. Давайте посмотрим первый, вот, allocated chunk. Вот тут такая картинка из malloc internals manual, кажется. Так, там в конце будет ссылка. Значит, что здесь изображено? Да, вот здесь, значит, вот сам такой chunk. Вот, вот, куда выказывает эта стрелочка, вот это вот выделяется, пользователь отдается на вызов malloc. Перед ним находит, соответственно, заголовок, которым есть размер. Вот. Он, ну, вот, размер вот этой штуки зависит от битности или 4 или 8 байт. Но при этом младшие 3 бита, они имеют смысл флагов, да, тут 3 флага, мы сейчас дальше о них поговорим подробнее. И все остальное, это, собственно, пользовательские данные, они тут названы payload'ом. Вот. Как меняется, что происходит, когда chunk удаляется? Значит, происходит много чего. То, в первую очередь, вот, тут то место, где был payload, записываются вот эти 4 поинтера. То есть вот, вот эти вот. Что это такое? Чанг, когда удаляется, он попадает в двусвязный или односвязный список. Если чанг большого размера, что такое большой размер, мы дальше скажем, значит, мы добавляем еще, ну, в смысле, аллокатор еще 2 поинтера добавляет. Это для того, чтобы имплементировать бестфит-стратегию. Вот. Помимо всего прочего, в конец чанга добавляется его размер. То есть вот это вот поле, оно равно вот этому поле. Ну, только без флагов. Значит, давайте поговорим здесь вот один флаг P, U, C, P, который здесь поменял свое значение между слайдами. Вот. Что такое P? Значит, это флаг, который, если он равен единичке, это говорит о том, что предыдущий чанг, он, значит, in use. Он не свободный, он как бы не, ну, типа, не свободный. Если он равен 0, то он говорит, что чанг не in use. При этом может быть ситуация, я потом покажу на следующем слайде, что чанг мы на самом деле удалили, но вот этот бит равен единичке. То есть он как бы, ну, типа, он используется. Да, я еще сразу скажу. Вот, помните, я говорил про exploit mitigation. Вот основные, как бы, основные атаки, связанные с под TmL, они вот связаны на, ну, есть разный класс атак, типа там heap overflow, да, там heap corruption. Heap overflow – это просто переполнение кучи. И вот здесь вот очень много, как бы, способов эксплуатации связано именно с тем, что перетирается какие-то из вот этих полей или вот эти флаги, или size. Вот, и из этого можно добиться много интересного. Значит, давайте теперь говорим про флаги чанга более подробно. Вот про P мы уже сказали. Значит, M – это флаг, который установлен в случае, если чанг был авоцирован с помощью вызова map. Помните, я вам говорил, что, во-первых, у нас есть такая дихотомия, что арена может выделиться в BDK-эре, а может в map-эре выделиться. Но, помимо всего прочего, если мы, ну, пользователь запрашивает, ну, как бы, авоцирует размер чанга больше какого-то треш-хоуда, вот, и нету памяти, ну, как бы, в локаторе, более конкретно об этом, дальше поговорим, где нет памяти, то просто локатор фоллбейтчится на вызов map, и все. И он за эту локацию, грубо говоря, не отвечает. В том плане, что дальше она удаляется просто M-unmap и никуда внутри не попадает больше. И вот такие локации можно найти с помощью вот этого флага. И, значит, третий флаг – это A, да, он так обозначается в документации и в коде. Значит, этот чанг говорит о том, что этот, ну, типа, этот флаг, точнее, говорит о том, что чанг принадлежит главной арене. Главная арена – это та, которая выделилась в BDK-эре. Значит, теперь давайте чуть, было много текста, давайте чуть посмотрим картинки. Вот как вообще, зачем все это нужно, да, зачем нужны эти флаги, почему P в следующем чанге находится, зачем нужен size. Вот, да, я не сказал, вот в целом вообще, как бы, в такой, в computer science, вот эта структура называется обычно HIP. Ну, даже не в computer science, а, наверное, в теории, если была бы такая теория авокаторов, наверное, называлось бы так. То есть HIP – это такая область, где лежат авокаторы разных размеров. Теперь давайте, в смысле, чанги, сори, чанги разных размеров. Теперь давайте представим, что мы хотим удалить вот этот чанг. Значит, вот он был занят. Значит, мы удалили его, и при удалении у нас вот, ну, вот до этого, как бы, вот этот бит был равен единичке, он был in use. Считаем, что мы как-то удалили так, что он стал свободным именно. Вот, и вот сюда записался его размер. И вот этот ps, он равен s. Да, это prefsize. Он равен s, то есть это одно и то же число. Теперь для того, чтобы, как бы, вот при generic таком подходе, обычно при удалении локации нам нужно проверить, есть ли слева и справа свободные локации, чтобы, если они есть, как бы их вместе объединить в одну большую локацию. Это вот таким английским словом называется, я его никогда не умел выговаривать. Вот если будете гуглить, нужно гуглить вот по вот этому слову. Вот, теперь давайте представим такую гипотетическую ситуацию, что мы освободили еще чанг справа, и вот теперь хотим вот этот чанг освободить. Как нам найти вообще, ну, как бы, во-первых, как понять, свободный ли чанг слева? Ну, понятно, да, вот этот бит p мы просто в своем чанге смотрим, то есть вот, значит, вызов free получает вот pointer вот сюда, ну, как бы перед заголовком, отступая там 4 или 8 байт, и смотрит этот бит, равен ли он нулю. Если он равен, значит, этот чанг свободный. Но теперь нужно найти его начало. Да, потому что мы, как бы, хотим память замерзить, но у нас мы не знаем начало вот этого предыдущего чанга. Поэтому, как бы, как вы уже, думаю, догадались, для этого используется это поле ps, которое равно s. То есть мы отступаем еще на 4 или 8 байт, находим вот это поле, просто прибавляем, и получаем начало чанга слева. Вот, супер. Теперь, что делать с чангом справа? Ну, как определить его начало, это просто, да, у нас есть размер нашего чанга, мы его прибавляем к pointer правильным образом, и получаем вот начало чанга справа. Как, вопрос чуть более сложный, как понять, что чанг справа свободный, потому что у нас есть только флаг p, который говорит, что предыдущий чанг свободный, то есть, ну, предыдущий, а не следующий. Но для этого, как тут написано, нужно пройти на чанг вперед, вот на вот этот чанг последний, да, и посмотреть его флаг p. Вот, теперь давайте к тексту. Это чанг, который расположен на нижней границе выделенной области арены. Он, как бы, такой особый чанг, он не принадлежит ни одному из бинов, да, как бы из корзин. И, значит, он нужен для того, чтобы вызывать, ну, как бы, память выделять из него, если памяти недостаточно для обработки запроса пользователя. Если, как бы, вот этот топ-чанг, он принадлежит главной арене, которая находится в BRK Area, то он может расширяться вправо с помощью вызова BRK. Если нет, как бы память в нем закончилась, то мы выделяем мапу следующий сегмент. Вот, давай теперь посмотрим, как это так выглядит. Вот, представим, что мы создали кучу, только-только свежую, ничего не эмоцировали пока, и у нас все является топ-чангом, одним большим. Вот у нас память растет сверху, ой, снизу вверх, то есть здесь младшие адреса, значит, здесь старшие адреса. И тот-то чанг, у него есть, это обычный чанг, у него есть заголовок, у него есть этот флаг, значит, его размер по умолчанию это 21 страница, то есть это 132 килобайта. Да, 132 килобайта. И, значит, ну вот, он примерно так выглядит. Теперь представим, что мы сделали две аллокации, и эти аллокации, ну, вот каких-то таких размеров, рандомных, и они, значит, вот ложатся друг за другом последовательно. Вот, и размер чанг уменьшается, и вот это его поле тоже, как бы, уменьшается. Ну, здесь все понятно. И нижняя граница его сдвигается. До сих пор пока, как бы, она может, ну, может сдвигаться вверх. Так, вот мы поговорили про 3 типа чанга, значит, осталось еще один, который мы затронем позже. Теперь давайте переключимся на бин-листы. Что такое бин-лист? Бин-лист — это вот такой, как бы, массив списков, двусвязанных или односвязанных. В других аллокаторах он еще называется фрилистом. Вообще, как бы, так, если так подумать, можно сказать, что по Tmalloc, он не заботится вообще о локациях, которые выделил пользователь. То есть, типа, вот те молоки, ну, как бы, те поинтеры, которые вернули молоки пользователям, они, ну, как бы, они приезжают пользователю, да, аллокатор о них даже и не знает. Его задача — это, ну, именно вот, или Pc-шного молока, это сервер, как бы, хранить вот свободные чанки, чтобы отдавать их пользователям на запросы на новые молоки. Поэтому все структуры, которые мы здесь будем видеть, эти все бины, они хранят именно свободные чанки. Значит, вот у них есть размеры, и их вообще разное количество. Вот фаст бины, они, значит, их 10 штук, у них размеры вот с такого по такой, то есть, это может быть вот в этой табличке, то есть вот min-chunk-size до max-fuzz-size. Значит, что интересно? Интересно то, что их аллокации не хранятся фиксированного размера, то есть вот в шаг 8 или 16. То есть, например, в фаст бинах может быть аллокация размера там 16, там, не знаю, 32, 80 и так далее. Но не может быть размера там 24, да? То есть он как бы округляется к следующему числу кратного восьмерки или 16. Unsorted bin, он один. Он такая, как бы, стратегия оптимизации. Вот. Смол бины их больше, их 62 бина. У них чанки хранятся, вот у них такие границы от, значит, они пересекаются с фаст бинами, но в фаст бинах хранятся меньше количества чанков, чем в смол бинах. Вот. А чанки у них тоже в каждом бине одного размера. То есть вот в каждой ячейке от этого массива, который является бин, вот в этом списке чанки одного размера. Ну, большие бины, да, их 63, и у них размер вот больше вот этой константы, вот такой константы 1024, в случае Амид 64. И вот ткэш, который появился, ну, сравнительно недавно, порядка двух или трех лет назад. Нет, наверное, давайте скажем так, четырех лет назад он появился в глипце 2.26. Вот. А в нем вот этот ткэш maxbin, который можно менять вот при компиляции. Зачем он нужен, поговорим сейчас дальше. Теперь давайте поговорим про каждый тип бинов. Значит, быстрые бины, да, в чем их, почему они быстрые? Они быстрые, потому что это, во-первых, односвязанный список, он, значит, он лифо, то есть он работает как стэк, то есть сюда приходит, ну, как бы какой-то, освобождается чанка такого размера, он становится сначала от этого стэка, и, соответственно, потом при молоке этого нужного размера как бы берет чанка отсюда, изначало. Вот. Это хорошо с точки зрения кэша, вот, это хорошо с точки зрения скорости. Значит, что еще интересно, чанки в нем, из-за того, что как бы это быстрые бины, чанки в нем не объединяются при удалении. Помните, когда была там схемка, где чанки объединялись, вот, в фазбинах они не объединяются. Во-вторых, значит, вот фазбины, они логфри на удаление, и у них есть лог, ну, на изменить, на молок у них лог с арены, и получается так, что вот, например, ну, то есть у них есть на 3-атомик, и получается, что как бы при логе арены, значит, еще проявляется атомик на молок на фли. Вот. Ну, и последнее такое свойство, у них очень мало проек безопасности, вот, то есть этих эксплойпетикейшенов их мало, здесь этот список односвязанно почти никогда не проявляется, проявляется только первый элемент, он не траверстится, вот, и, ну, как бы проверка намного меньше, чем в других бинах. Давай теперь еще к картинке. Вот представим, что есть такая программа, значит, здесь я выделяю три аллокации размера 1, ну, на самом деле, вы понимаете, что этот размер будет округлен, до здесь есть константа, ну, давайте я не потом скажу, вот, значит, он будет округлен, и выделится какой-то, какой-то размер, вот, и потом я их удаляю в том же порядке, который выделил, и выделяю, значит, еще чанг, ну, такого же размера, на единичка, вот, и, чтобы продемонстрировать, что это стэк, работает как стэк, вот, принт из отладчика, значит, ну, здесь я использовал pound.bg, потому что у меня есть такая удобная фишка для визуализации кучи, вот здесь есть, это, ну, такое, как бы, значит, часть экрана, вот, с участком кучи, с исполнением этой команды, значит, вот здесь, ну, представим, что мы выполнили три аллокации, и у нас, ну, как бы, перед там ничего не было, тут на самом деле есть там одна аллокация, да, но она не важна, она где-то там в инициализации происходит, вот, здесь лежат три аллокации друг за другом, и после них, вот здесь вот, как бы, матч-адреса, здесь старший адрес, а после них идет топ-чанк, вот, здесь он, как бы, показан, что вот это топ-чанк наш, вот, помните, я говорю, что 21 страница, вот, здесь, как бы, количество уменьшилось, вот, на три чанки, вот этот еще какой-то системный, и, ну, вот этот заголовок, здесь вот как раз закодирован размер, 20 хекси, то есть 32 байта, и флаги, тут здесь флаг, pref, in use, то есть предыдущие используются, вот, теперь удалились три, значит, я поставлю точку остановок здесь, удалились три аллокации, вот, здесь написано tcash beans, на самом деле, давайте представим, что здесь написано fast beans, логика от этого абсолютно не поменяется, просто, ну, что такое tcash, я расскажу потом, значит, вот видно здесь, типа, сначала вот была удалена эта локация, верхняя, потом вторая, потом третья, соответственно, вот в таком порядке они как бы находятся в таком импровизированном стеке, односвязанном списке. Теперь, когда мы выполнили этот молок, мы видим, что у нас вот этот чанк, да, вот еще заметьте, вот эти вот числа, это pointer, да, то есть чанки попали в список односвязанный, да, потому что тут только один, ну, кьюворд изменен, вот, потом мы один чанк, значит, отдали пользователю, в нем, кстати, вот это не удалилось, вот, не обдулилось, в смысле, из-за того, вот, давайте дальше, unsorted bin, unsorted bin, он один, и он, ее основная цель, это как бы такая юристика использования недавно освобожденных чанков, когда чанк удаляется, он попадает в unsorted bin, он удаляется лениво, на самом деле, и тут интересно, что, так, если сравнивать галебцемаок и gmalloc, то в галебцемаок намного более быстрое фри, чем у gmalloc, а у gmalloc более быстрое молоко, ну, так, алгоритмически, да, то есть, не в реализации, а именно алгоритмически, потому что фри в галебцемаоке он, ну, в последствии ничего не делает, он просто берет и, в зависимости от типа чанка, там, либо добавляет его в fast bin, либо там в tcash, о котором мы сейчас поговорим дальше, либо добавляет его в unsorted bin, но память системе не отдается, ну, пока, а из unsorted bin удаляет чанк, попавший туда, malloc, вот, при большом размере, так, следующий бинов это маленькие бины, их 64, кажется, вот, это уже двусвязный список, в нем, ну, как бы, чанки кратны размеров 8 или 16, и он уже работает как очередь, да, то есть, это, 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 это хуже с точки зрения, наверное, работы с кэшем, но это лучше с точки зрения, ну, как бы, это как лучше, можно так порассуждать, что с точки зрения фрагментации памяти, это лучше, потому что, чем дольше чанк, ну, как бы, чем дольше чанк вот в этом списке находится, чем позже мы его куда-то там переиспользуем, тем более вероятно он с кем-то объединится вот в этом, в этой процедуре объединения, а когда чанки объединяются, то с большей, как бы, память менее фрагментированной становится, да, думаю, это понятно, вот, тут был, когда проектировали глипце, был смысл такой, памяти было мало в то время, вот, и поэтому он работает как очередь, вот, последний тип бинов, это большие бины, в них уже чанки, в них размер не кратен, ну, типа, в каком числу, он, как бы, находится в границе, да, вот, ну, тут написано, какие границы, то есть, чанк выделяется тоже по стратегии, из них бестфит, то есть, как бы, чанк, бинный более подходящего размера, из него чанк сплитится на два чанка, при запросе, например, мы не попали в реквест, вот, один отдается пользователю, а второй подает вам сортов бин, и более того, заранее скажу, что он становится last reminder чанком, о котором мы дальше поговорим, вот, значит, тоже, честно, взятая, взятая картинка, я в конце скажу, откуда, ссылку дам, значит, вот тут есть три типа бинов, sorted bin, это двусвязанный список, в котором чанки вообще всевозможных размеров, независимо, вот, значит, маленькие бины, в них чанки, вот, ну, в каждом, то есть, вот это бин один, да, один бин хранит, то есть, корзина, он хранит связанный список, в нем чанки одного размера, и большие бины, у них чанки, как бы, разных размеров, по границам, и, да, как я и говорил, что у них, так как чанки отличаются внутри по размерам, у них не два, здесь, как бы, изображено два указателя, на самом деле, четыре указателя хранится, вот там, что, как бы, такая, список списков получается, вот, значит, последний, ну, про все бины поговорили, кроме tcash, его ставим на конец, теперь давайте рассмотрим последний тип чанков, он называется last reminder, то есть, это последнее оставшееся определение чанк, вот, когда приходит какой-то запрос, который не может обработать, там, ни small bin, ни fast bin, а его может обработать, вот, большой бин, да, то есть, что-то из большого бина, ну, например, представим, что там пришел запрос на 500 байт, здесь нигде нет такой, ну, представим, что здесь нет этого, значит, пришел запрос, соответственно, идем, ну, локаторы идут большие бины, находят там best fit, опять-таки, вот этот чанк, то есть, проходит по списку, делят его пополам, 500 байт, округленные, 512 отдает пользователю, наверное, да, 512, вот, и остаток, он кладет в unsorted bin, и на него же указывает вот этот last reminder chunk, это просто pointer, зачем он вообще нужен, это такой единственный компонент, грибцы, который придерживает стратегии first fit, он нужен для такой ситуации, вот представим, что мы, ну, типа, у нас есть свободная память, вот, в больших бинах, и мы, например, авоцируем для своих нужд, дерево, какой-нибудь там с pointer, или двусвязанный список, и там, как бы, не небольших размеров обычно, да, например, не знаю, std list, где-то там еще хранятся указательные данные, вот, гипотетические, и, ну, тут получается, что, как это работает, вот, мы поделили этот chunk, один попал в unsorted bin, потом, при втором запросе же, такого же размера, авлокатор смотрит, если в unsorted bin, у вас первый или last reminder chunk, если он первый, то память всегда берется из него, это получается first fit, а не best fit, как обычно unsorted bin обрабатывается, вот, то есть это такая, как бы, листика для, если у вас есть вот память в больших бинах, для авоцирования, и для локальности данных, ссылочной локальности, да, адгалипция, ну, я думаю, наверное, что она появилась не сразу, скорее всего, то есть в каких-то более поздних версиях, вот, но тем не менее, значит, последний тип bin, на самом деле, это может быть даже и не bin, он в, нигде bin не называется, но устроен он примерно как bin, это ткэш, о чем его особенность, ее особенность в том, что он, ну, когда видите букву T, это означает, что это, сокращение от soul thread, это небольшой массив бинов, который тредлокал, для каждого треда, получается так, что любой молок, он улочит mutex арену, то есть любая аллокация, которая не подает ткэш, она улочит арену, то есть это, ну, как бы дорого, вот, а ткэш, это, он появился в 2.26, но не так давно, я не помню точно, сколько лет назад, вот, и он очень устроен, похоже на fast bin, и, вот, помните, на тех картинках с скриншотами из, и с палом dbg, как раз были эти кэшбины, вот, они точно так же работают, как fast bin, у них тоже мало аллокаций, вот, только у них структура чуть другая, то есть вот, ну, такой префикс, это, отличается, что это TLS, InterDocal Storage попадает в pointer, вот, их 64, в смысле, их 64 размера, и в каждом из них, вот этот, это кэш fill count, то есть вот, у таких 64 entry, ну, то есть, давайте, более подробно, тут нарисованы два массива, это массив, ну, как бы чисел, типа, чаров, и массив указателей, вот, соответственно, entry у нас, вот столько, Tcash max wins, 64, и для каждой entry хранится сколько, ну, это для скорости, работы, сколько, значит, чанков такого размера в конкретном entry хранится, тут односвязанный список, и вот здесь, в каждом entry максимально Tcash fill count, если не ошибаюсь, он равен 7 по дефолту, то есть, такой небольшой, как бы, кэш, в котором, типа, максимум 7 аллокаций находятся, но его сложно, как бы, переоценить, он есть почти во всех, наверное, таких, ну, как бы, generic-based аллокаторах, потому что хочется на mutaxi дорого, Tcash on thread local, хочется, не нужно, и перформанс сильно увеличивается, так, вот мы закончили рассмотрение двух структур, значит, это чанков и бинов, давайте теперь перейдем к аренам, вот, арена, да, как я уже говорил, что основная задача это, значит, не блокировать, стараться не блокировать потоки, как она устроена, во-первых, их бывает несколько, ну, в смысле, их столько, сколько ядер в системе, если более точно в галлипце, вот, в случае 32-битной, битной программы их 2 умножить на n плюс 1, где n это количество ядер, а в случае AMD64 это 8 умножить на n плюс 1, вот, потому что памяти больше, можно больше overhead делать. А как они вообще работают? Значит, системный, ну, как бы поток, он прикрепляется к конкретной арене, то есть, вот, когда поток без арены, он делает молок, ищется арена свободная, которая, как бы, еще не занята, то есть, идеально тут две ситуации, может быть, что, три ситуации, например, есть какая-то свободная арена, в которой поток не заатачен, тогда выбирается она, если таких арен нет, то выбирается первая, на которой можем mutex заочить, в плане там в списке двусвязанного, да, связанного, вот, выбирается первая, в которой можем заочить mutex, и она назначается, как бы, ну, типа, ареной потока. Вот, если арена бывает еще двух типов, главная и так называемая динамическая. Помните, у нас были три флага в чанках, вот один из флагов как раз говорил, что выделен ли он на главной арене, да, то есть, в BRK-area, либо он выделен на динамической арене. И, соответственно, вот, main arena, она в BRK-area находится, динамической арены. Ну, main arena, она одна, вот этих много. Они выделяют с помощью мапа. И вот эта арена, она может расти, вот, и у нее есть интересная особенность, что, значит, на нее хранится, вот, ну, есть такая структура mall state, и она хранится не где-то там, она хранится в липце. То есть, прям, вот, натурально в липце есть там глобальная структура mall state, в которой есть, себе нужны указатели, в частности, например, top chunk, и, как бы, он указывает на главную арену. Ну, изначально он никуда не указывает, пока хип не инициализированы. Вот. В тред аренах, значит, они выделяют сумму аптерия, это означает, что они не могут расти. Вот. И вот, хип-инфа, или там, mall state, да, у них находится в начале маппинга. Если я правильно помню, маппинг 4 мегамайта, по дефолту, по темолог, из них, ну, 4 мегамайта резервируется, реально, как бы, он, по-моему, маппится с флагами map.none, и вот только первая одна страница, они под топ-чанк, они как раз маппятся reswrite, вот, то есть, как бы, остальная память просто авоцирована, о, резервирована, сори. Значит, давайте посмотрим теперь на структуру mall state. Вот тут, что есть интересного. Здесь есть все, что мы до этого говорили. Здесь есть mutex, в смысле, здесь mutex, а этот mutex лодчится при mallocе, вот, всегда на арене. Значит, там, флаги, неважно, вот есть все бины, fastbin, значит, и вот все бины, ну, типа, здесь и большие, и маленькие. Есть указатель на master reminder chunk, есть указатель на top chunk, вот, и эти структуры, они провязаны односвязанным списком, сори, односвязанным списком, типа, есть, ну, вот, как бы, просто все, next это просто все арены, next free это те, которые, ближайшие, не аллоцированная арена, в смысле, не занятая потоком, вот, ну, и там всякие различные каунтры есть, вот, но не так важны, вот, выглядит все это примерно вот так, и схематично изображается, вот, здесь отличная картинка в malloc мануале, значит, ну, тут, я думаю, понятно, что у нас есть фазбины, бины, вот это все, то, что мы, то, о чем мы говорили, вот, есть структура хипоинфа, такая основная, которая есть, соответственно, ну, она хранится обычно перед ареной, вот, и все вместе это устроено, вот, примерно вот так вот, такая сложная схемка, то есть есть основная арена, которая, вот, есть malloc state, у нее там нету хипоинфа, хипоинфа, она только в динамических аренах, вот, они провязаны в список, у динамической арены есть такая особенность, что, когда память не заканчивается, то есть вот, когда заканчивается память топчанки, вот здесь в мейн-арене, она расширяется, до сих пор пока СБРК может расшириться, а когда он не может расшириться, то, там есть разные стратегии, они менялись от версии к версии, но, как бы, их две, первая стратегия, это просто говорить, что я не могу ничего выделить, вторая стратегия, это выделять мап-сегмент, вот, и, значит, вот здесь показано рисунок, рисунок как раз, когда динамическая арена расширилась, топчан сузился до сих пор, пока он не может обрабатывать запросы, когда это случилось, он становится просто обычным чатком свободным, выпадает в бины, вот, и выделяется еще один, второй мап-сегмент такого же размера, и у него вначале есть структура хип-инфа, которая как раз их, как бы, провязывает список, и по ней можно найти все хип-инфа конкретной арены, вот, значит, теперь давайте посмотрим подробно, как устроен процесс эвакуации памяти, он стоит из многих пунктов, как я говорил, что malloc в галебце, он сложный, он более сложный, чем free, давайте посмотрим по пунктам, значит, в первую очередь, если, ну, вот, алоцируется чанг подходящего размера под ткэш, вот под те лимиты, которые на консвайде были, он, ну, алоцируется из него, во-вторых, проверяется, что если запрос больше, вот, чем константа map trash hold, и арена не может обработать этот чанг, то есть там, в том чанге нет места, в бинах нет места, да, то вызов просто передается системе, вызывается map напрямую, и вот, второй бит map, да, второй порядку, как раз вот, предназначен для этого, для того, чтобы вот, когда мы делаем free, мы знали, что нам не нужно ходить влево и вправо, нам нужно просто вызвать unmap на этом чанге, и все, и забыть про него, то есть он никуда, такой чанг не попадает, ни в какие бины при удалении, вот, значит, если вот это все, как бы, не выполнилось, мы идем в фаз бины, смотрим, если чанг, ну, как бы, подходит под размер от фаз бины, то возвращается он, да, из фаз бинов, значит, здесь еще есть такая юристика, что при наличии чангов такого же размера, в фаз бине, нету, они, как бы, то есть, прям мы запросили чанг размера 32, его нету в ткэш, но есть в фаз бинах, там, 10 чангов, вот, один из них отдался пользователю, остальные 9, они попали в ткэш в тот же, в ту же энтре, в того же размера, то есть, как бы, только одна entry из фаз бина переносится, вот на этом этапе, значит, если, дальше смотрим, если у нас размер подходит под размер, ну, как бы, под маленькие бины, мы смотрим, как бы, что из них, и такая же логика по заполнению ткэш, дальше мы обрабатываем чанги из unsorted bin, а дальше все, как бы, вот это получается такое, можно сказать, вот это happy pass основное, да, ткэш, ну, можно сказать, что вот это все happy pass, вот этот пункт, он может быть тяжелый, потому что в unsorted bin может быть много чангов, и мы их обрабатываем все, не помещаются маленькие или большие бины, соответственно, с их размером, но мы обрабатываем до сих пор, пока не находим чанг нужного размера, ну, либо, как бы, пока чанги не закончатся, ну, и, соответственно, это происходит далеко не всегда, это происходит, когда выполняется запрос большого размера, вот, когда в unsorted bin есть чанги, то есть, как бы, это такая амортизированная сложность, но, как бы, пиково может быть неприятно, вот, теперь, если в unsorted bin не был найден чанг, то мы переходим только в этот момент в большие бины, и, соответственно, если все было тщетно, да, то только тогда мы переходим в топ-чанг, вот, если там уже нет места в топ-чанге, да, то, так как я говорю, происходит либо увеличение BRK area, либо создается новая, как бы, хип-инфа с новой мап-сегментом под арену, вот, ну, как бы, либо, если вот это, эти два пункта, как бы, тоже постиг у неудачи, то в пользовательстве просто возвращается ноль, то есть, ошибка, вот, удаление много проще, ну, тут то же самое, да, что смотрим tcash, смотрим fastbin, значит, смотрим, как я говорил, флаг m, то есть, чанги вот эти мапные, они не попадают в бины, дальше смотрим, вот, fast и tcash, они, как говорилось, особенно, что они не сцепливаются, во-вторых, они всегда in use, то есть, как бы, они, грубо говоря, свободные, но они in use, они не отдаются в системе никогда, и, как бы, вот этот факт стоит, то есть, он in use, называется именно потому, что, ну, как бы, называется не free, потому что чанги могут быть свободные, но, как бы, готовы обработать запрос. Значит, дальше, ну, удаленный чанг помещается на sorted bin, если он лежит рядом с топчангом, то топчанг расширяется, вот, и здесь есть такая юристика тоже, что если топчанг стал большим, достаточно, там есть константа, и не помню какая, то на нем вызывается mAdvice, и эта память отдается системе. Вот это появилось тоже не так давно, это тоже там типа 2.25, если не ошибаюсь, тоже такая, появилось когда-то после, в первых версиях, и в DLMalk это тоже не было. Вот, значит, теперь ответ на вопрос. в чате были, ну, был правильный ответ, но это ответ для 32-битной системы, вот, то есть, более полный ответ звучит так, что это зависит от битности, да, в случае, если у нас 64-битная операционная система, то можно это вот такой эксперимент сделать, можно такую маленькую мини-программу написать, запустить под GDB, дальше, ну, там, с отладочными символами, дальше посмотреть, что лежит по все то 8, потому что мы знаем, что у нас этот вот сайз с флагами, оно на MD64 занимает 8 байт, посмотреть, что лежит здесь, здесь, кажется, лежит 20, да, ну, эти 3 бита, они не учитываются, у нас чанки, они гранулярные, да, ну, то есть выровнены, получается, из-за этого, получается, здесь 20 хекс, это 32, а теперь, почему 32, давайте вспомним, так, блин, ладно, что начал, вспомним структуру чанка, молок чанка, вот это все, оно, вот эти 4 поля, они как раз занимают, ну, то есть 4 умножить на размер, как бы, указателя, вот это не учитывается, потому что это только для больших бинов, более того, здесь была подсказка, а, вот здесь, здесь был, что я не сказал тогда, min chunk size, вот, этот min chunk size, ну, понятно, что это минимальный чанк, который мы можем выделить, вот он равен либо 16 на 32-битной системе, в смысле на 300-битной программе на 64-битной системе, либо 32, как у нас получилось в примере, долгий путь обратно, так, вот, теперь давайте поговорим менее подробно, много менее подробно про jml, и опять такой же вопрос, сколько будет выделено в случае jml, вот, ну, тут ответ будет почти сразу, я сейчас немного поспекулирую на эту тему, то в плане, что jml, он в отличие от глибцем аллока, он очень сильно кастомайзабл, да, то есть там очень много настроек, которые можно настроить, есть те, которые можно рантайм настроить, есть те, которые можно статически настроить, и в частности, одна из них, она называется вот так, bump empty aligned аллок, это означает, что, типа, если, ну, как бы, пользователь дал тебе ноль, то конвертни ноль в единичку, ну, здесь он лайкли, я думаю, все понимают, что это такое, да, кстати, к слову, если посмотрите исходный код jml, я всем рекомендую посмотреть его, вот, то там можно найти очень много примеров, как можно писать как раз код кэшфрендли, который, значит, ну, то есть, там есть различные юристики, что, например, посмотрите просто на функцию jml, она написана не просто так, она, у нее есть fast pass, условно, да, которая прям в теле функции, там, с ткэшем, с этим всем, и, собственно, вызывается потом, функция называется malloc default, да, конечно, так, вот, она вызывается tail call, то есть, как просто return, это функция, для того, чтобы, например, регистры не сохранялись в разных конвенциях вызова, на разных операционных системах, ну, потому что это, как бы, лишняя, лишняя работа, ну, то есть, все регистры, они по конвенции вызова должны между вызовами некоторые сохраняться. Значит, давайте пройдемся по базовым структурам. Значит, вот, все в, так, я прошу прощения, у меня, кажется, слайд пропал. В общем, тут должен был быть слайд про extent, даже, наверное, не про extent, а про, в общем, внутри gmalloc все лежит, есть классы аллокаций, это, ну, типа, size, мне кажется, в исходном коде называется class size type. Это что такое? Их всего два, а раньше было три, до gmalloc четвертого, кажется, или до пятого. В общем, не важно, сейчас их два. Это маленькие и большие, то есть small и large. Раньше было три, это huge, третий тип. Значит, их смысл в том, что huge обрабатывалось раньше операционной системой точно так же, как в apt-malloc, да, то есть просто вызывался map, системный вызов, или virtual unlock, потому что у нас же jmalloc уже работает на минусе, вот, он поддерживает минус, другие операционные системы, и, значит, ну, сейчас их два, вот, маленькие и большие, но все они лежат внутри внутренней структуры под названием extent, вот, то есть как бы никакого, то есть как бы внутри, грубо говоря, map оборачивается следующей абстракцией под названием extent, вот это просто регион памяти, который выровняет размер страницы, вот, он может находиться в четырех состояниях, можно сказать, что вот первое, это такое активное, которое означает, что он использовался, используется приложением в данный момент, и три таких состояния, там, duty, lazy, retained, это означает, что мы как бы каким-то образом от него избавились, там вот очень сложный процесс, как, ну, там, куча вистик для операционных систем, там, все под макросами, как, короче, вот между этими состояниями он рециркулирует, но в общем случае, можно сказать, что если у нас новая операционная система, там, с мадфри с поддержкой, то регион удаляется синхронно, вот, ну, как вы видите, это просто кэш, вот, этот регион удаляется синхронно, он переходит в состояние мази, вот, если это не поддерживается, он удаляется, ну, там тоже, в общем, операционная система удаляется синхронно, то есть медленно, вот, и для каждого такого, как бы, региона, ну, для вот этих трех, точнее, последних освобожденных есть там свой кэш аллокаций, вот, интересно, да, как, значит, если у нас в, в ПТ-малоке были вот бины, были размеры аллокаций, метаданные перед адресом .gm-алок такого нет, в одном плане он, как бы, хорош с точки зрения exploit mitigation, потому что мы ничего не можем, как бы, закарабтить у следующей аллокации, то есть заголовков нет, а, как, как бы, узнается метаданной, то есть, например, мы на каком-то потоке вызвали free, как вообще понять, что, как бы, что происходит, где найти chunk, для этого есть специальная radix 3, вот, но такое, как бы, оно устроено так, что оно связывает виртуальный адрес с метаданными, описывающими extent, ну, там вот хранится разные, ну, как бы, там миллион полей, ну, там стояние, там размер, начальный и конечный адреса, индекс арены, который сервит этот extent, вот, и еще много чего, всякие там разные статистики, вот, это R3, оно lock-free на чтение, и, что вот такое bottleneck, на мой взгляд, есть один глобальный mutex, глобальный gma lock-e, и R3 синхронизируется на нем, на запись, вот, у них есть issue, и на самом деле, вот, как бы, у них документации как таковой нету, у них есть pull request с документацией, у меня ссылка будет тоже в конце, но там документация тоже такая, ну, не очень, да, новая, и там написано, что они стараются сделать lock-e более fine-grained, но пока у них тоже вот есть арена, тут тоже, да, есть такая же, ну, арена, только она чуть-чуть, ну, как бы намного более сложно устроена, вот, и у арены тоже есть mutex, вот, и этот mutex учится там во многих ситуациях, вот, и как я говорил, помните, что здесь фри более дорогой, ну, вот, как бы алгоритмически, чем в галебце, потому что в галебце молок, по сути, чистят до конца, а в jmaloc нам нужно, вот, есть такой mutex, на котором нужно синхронизироваться, там, на удаление, на заполнение ткэш и так далее, блин, мне этот слайд не пропал, он почему-то переместился, да, здесь, кстати, если вы смотрите сходный код, это вот слайд, где я рассказывал про какие есть типы классов локаций, если вы смотрите сходный код, здесь вот есть такая константа, то есть это максимальный размер вот этого маленького класса, какой он может быть, это, ну, тут очень много макросов в jmaloc, вот, есть, ну, как бы, это макрос такой, как бы, вот, есть макросы, которые оборачивают, там, R3, вот, достаточно сложно разобраться, вот здесь, что такое, да, не сказать, до какого размера вообще вот эти маленькие локации, посмотреть сюда, в чем здесь, ну, так, сложно сходу понять, но, в общем, lg page, это, ну, префикс lg, это сокращение от all, да, то есть это, как бы, у нас pj, это 2 в 12, вот, то есть, ну, 4 килобайта, получается, как бы, 12, и получается этот small max class, ну, он, грубо говоря, меньше, либо равно 2 в 15, то есть, он как бы до 2, до 32 килобайт, да, и вот, следующий класс, он начинается после этого, вот, n-group, оно равно, а, нет, я перепутал, 2 в 14, да, кажется, 2 в 14, значит, потому что тут n-group равно 2, вот, а вот это число, оно должно быть больше, вот, и получается, что стратегия локации сильно зависит от того, какой мы аллоцируем, ну, какого типа, маленький или большой, по факту можно сказать, что в GMA log 2 аллокатора, один из них основан на другом, то есть, вот, вот этот большой, large, да, обработка, она основана на extent, вот, и мы, как бы, используем его, как такой базовый аллокатор для второго аллокатора, где он основан на, я забегу вперед на слаб, слабок, да, и внутри он тоже использует extender, значит, у него также есть ткэш, ткэш есть у всех, он строен, кстати, более интересно, в компании, что это не просто, вот, как бы, вот такой набор entry одного размера, а это стэк, вот, окфри, да, который, как бы, здесь адреса хранятся друг за другом, здесь есть, вот, такие специальные, ну, 16, ну, по сути, получается 16 бит, да, которые говорят, что где найти следующий, значит, свободный чанг из ткэша, ну, как бы, вот, как-то вот так себе можно представить, на самом деле, там, смотри, GMO, реализацию, там есть фастпасс, которым, типа может из страткэша что-то попасть, вот, в каких-то случаях, там тоже сложные алгоритмы, я, честно говоря, их не смотрел, из арены, точнее, я смотрел старые версии, думаю, не смотрел, из арены чанги тоже, вот, примерно, как в глипце, попадают в ткэш, вот, значит, как я говорил, аллокация маленьких размеров, вот эти вот small size, да, type, они основаны на слабых, с многоуровневыми битмапами, да, то есть, слаб это что такое, это просто набор, как бы, свободных чанков с битмапом, где единичка говорит о том, что там чанк свободный или занятый, вот, и интересная такая находка, помимо слабов используют еще pairing keep, вот, ключом в этом хипе является виртуальный адрес, вот это, как я говорил, что у нас GMO, это first fit, вот, а здесь, как бы, такая, ивристика для того, чтобы фрагментацию памяти уменьшить, то есть, считается, что, типа, те, то есть, когда мы удаляем откуда-то далеко, то есть, грубо говоря, здесь есть какой-то начальный адрес, то аллокации должны, как бы, к нему более стремиться заполняться, то есть, фрагментов должно быть меньше какому-то слову начальному адресу, где хранится наш слаб, вот, и мы sparing heap выдаем, соответственно, там, за, единицы, алгоритмически выдаем минимум, то есть, это как бы минимум слабо, который может засервить наш реквест. Но большие размеры тут меньше интересного, то есть, это, по сути, экстенты, вот, у них тоже есть свой pairing heap, который хранится в метаданах, которые через R3 находятся, вот, но, так как времени уже много, давайте перейдем, а, ну, вот еще последний слайд, значит, помните, я говорил про характеристику, как, там, memory fairness, да, как аллокатор отдает память, здесь он отдает, так, достаточно сложно, это называется decay-based, то есть, там, есть внутренние, внутренние callback, там, arena decay callback, кажется, так функция называется, которая дает память, ну, как бы так, грубо говоря, ну, почти логарифмически, да, то есть, вот здесь, вот здесь, например, что, например, не знаю, там, открыли Chrome, что-то тяжелое загрузили, потом, ну, например, открыли YouTube, да, там, тоже как-то был всплеск памяти, и, на самом деле, невыгодно, вот сразу всю память отдавать, выгодно как-то ее более релаксированно отдавать, более лениво, вот, и как раз здесь используется такая стратегия. Теперь давайте перейдем к обзору бенчмарков, их два, вот, ну, на самом деле, их очень много, если на гуглите, там, сравнение GMLOCK с чем-нибудь, их будет много, но они почти все будут старые, то есть, там, 2006 года, в общем, не GMLOCK 5, я нашел только два, которые GMLOCK выше пятой версии, потому что в нем очень много чего поменялось, да, в нем вот этот вот pairing heap добавился, ну, как бы сильно, кажется, скорость улучшилась, даже, наверное, не скорость, а сквобилит сильно улучшилась. Вот, есть такой бенчмарк, он доступен, вот, в формате научной статьи, вот этой ссылке, это, значит, бенчмарк, люди нагружали базу данных, стандартным, значит, набором данных, называется вот так вот, это, по-моему, describe, не помню, в общем, там есть select, join, вот это все, то есть, стандартные, как бы, запросы к базе данных, различные, вот здесь как раз описывается то, насколько, как авлокатору дает память, вот у нас, ну, здесь больше авлокаторов, да, то есть, ну, здесь нет ни молока, но здесь есть TC-молок, там, TBB, вот, нас интересует вот GEM-молок и вот этот молок 2.28, почему, потому что, ну, это как раз галебция имеет свою в виду, да, потому что в 2.26 появились, появилась траткэш, ну, вот еще интересно сравнить их, насколько он сильно проэволюционировал, вот, ну, получается, здесь видим, что, как бы, с точки зрения отдачи памяти, в целом, ну, они сравнимы, то есть, по-разному, как бы, консюнши происходит, но, там, в чем-то они сравнимы, но здесь, конечно, то есть, изначально больше авоцируется памяти под кэш, под все, вот, экстентами, потому что там выкопляется размеры страницы, там, в галебце, как я говорил, 4 мегабайта, из них там только 132 килобайта авоцированы изначально, вот, на больших запросах, конечно, в начале сильно проигрывает. Здесь query latency для, значит, 4-х сокетного ксиона, там, если посмотреть статью, здесь больше графиков, ну, это диаграмма размаха обычно называется, там, ящик с усами, кажется, что здесь изображено, здесь изображены перцентилья, weight, query latency, соответственно, если посмотрим на gmalloc, и на malloc 2.28, то видно, что, ну, там, медиана, да, она намного меньше у gmalloc, чем у глипцишного malloc. Вот, и вообще, на самом деле, если сравнить gmalloc с другими типами malloc, то мы видим, что, ну, как бы, ну, он в лидерах, по данной характеристике он в лидерах. Так, кстати, еще не сказал, здесь можно, вот здесь cmalloc, который чатики упоминали, он, это не говорит о том, что он неэффективный, на самом деле, здесь неэффективная методика подсчета вот этот reclaimed memory, то есть, которая отдана в систему, потому что они мерили на тоже ксионе четырехсокетном, и там, если мерить m-adv-free, то это, как бы, дает большие накладные расходы, и текут большие фуктуации, которые связаны именно с методикой тестирования, а не с реальным положением дела с аллокаторами. Вот, так, вот здесь, значит, тоже такая важная характеристика для скалабилити, для расширения на многосокетные системы. Ну, есть две основные таблички, в основных смысле, колонки, local и remote, local это то, нормированный, кстати, по-моему, лок 2.28, типа то, что мы работаем на пределах своей ноды, либо там процента того, что мы перешли на соседнюю, вот, я, не помню точно, как у них выглядел сетап, там кажется просто как бы обычная база данных с проринкованным молоком, и вот как она вся будет вести с дефолтными настройками, потому что, например, у jmauk там есть настройка affinity для арены, вот, у глипс нету, насколько я помню, ну, последний версии 2.31, там вроде не было, когда я последний раз смотрел. Вот, и авторы приходят к вот такому вот, значит, ну, сравнению, в конце концов, видим, что плюсиков больше у jmauk по различным характеристикам, которые я вначале говорил, вот, от себя добавлю по поводу безопасности, а, как я говорил, да, что jmauk можно поставить точно плюс, потому что его эксплуатировать сложнее, потому что нету метаданных в аллокациях, есть только метаданные вот в экстентах, и получается все переполнения, они переполнения не вот маленьких членков, а больших экстентов, а, на конец экстента еще нужно попасть, то есть это намного сложнее, вот, а малолоку я бы поставил минус один, потому что все-таки они много сделали в последних версиях, но, тем не менее, есть способы эксплуатации, которые именно основаны на самом малоке, в конце привожу ссылочку, значит, последний бенчмарк, это бенчмарк из статьи про mimalloc, вот, здесь есть много малоков, в том числе те, которые мы рассматриваем, это jmalloc, цвета здесь кажется как-то, не знаю, не очень удобно смотреться, по крайней мере, что-то jmalloc такого цвета, да, что-то оранжевого, и глипция, не помню версию, но как будто бы это была Ubuntu, то есть это 227, наверное, вот, такого цвета, ну, мы видим, что это тесты синтетические, как я говорил, по бенчмарк это на самом деле очень сложно, потому что все, ну, почти все локаторы не настраиваемые, и всегда можно найти use case, когда твой локатор будет лучше, вот, чем другие локаторы, или какой-то другой локатор будет лучше, да, потому что у него есть симлистика под конкретно такой кейс, вот, но в целом видно, что jmalloc, он, ну, как бы, неплох, из-за исключения каких-то вот таких outlier-ов, да, как бы, есть такие выбросы, что, там, вот, в 30 раз хуже на каком-то вот конкретном синтетическом тесте, ну, который, как я говорил, можно подобрать. Мне кажется, более интересно посмотреть на Redis, ну, потому что Redis, это, там, не jmalloc по умолчанию, вот он, как бы, такой более реальный use case, мне кажется, это более честно, честное сравнение. Здесь мы видим, что jmalloc, то есть, тут все нормировано от mimalloc, да, это единичка, то есть, jmalloc чуть-чуть медленнее на Redis, то есть, я не знаю набор тестов, который там был, а, у них на GitHub есть вот здесь вот, для Redis, и наш глипс, он вот здесь, то есть, он даже, как будто бы, чуть быстрее, вот, но, как бы, ну, как бы, небольшая, то есть, по перцентилям тут, максимальный перцентильный, например, наизнаковый, вот, а медиана, на меньше, вот, ну, и все остальные, это тоже, кажется, синтетические тесты, они менее интересны, вот, да, из того, что почитать, я, значит, использовал картинки, вот, всем рекомендуют от Вики, про глипс, молок, вот, есть классная статья, она больше касается, безопасности, глипс, молок, она вот, сплодфан, 2015 года, там, в частности, рассказывается, как раз, про переключение потоков, по аренам, вот, есть видео на ютубе, от Федора Коротких, если я правильно написал фамилию, значит, там, как раз, вот, сравнивается, доклад, правильно, похожий на этот, там, говорится про ПТ-молок и ГЕ-молок, вот, также есть, вот, ну, ГЕ-молок очень мало, на самом деле, докладов в публичном доступе, про глипс их очень много, даже, слишком много, наверное, вот, про ГЕ-молок очень мало, и не отдейтед, честности, вот, про пятый, я ничего не нашел, может быть, только вот, кроме вот этого, доклада Федора, но у них есть, пол-реквест, который появился, кажется, в декабре, ну, в общем, полгода назад, вот, и здесь есть, такой драфт о доке, он не полный далеко, там, много чего нет, там, например, нету про, там, то, что их называется, GSC, вот, это кэш, и гармочки коллекшн, когда ты кэш заполняется, там, ну, в общем, много чего не написано, никаких схемок нету, ну, там, достаточно бедный, это просто такой, пол-реквест, то есть, по-моему, 300 строк, вот, но общее представление можно отсюда получить, а есть тена хабре, вот, она описывает, как раз, вот, пэринг хип и битмапы, как структура данных, и как они устроены, как они используются с GMAO, вот, тоже рекомендую посмотреть, и с точки зрения безопасности, есть вот такая вики, how to heap, значит, там, описаны способы эксплуатации, для конкретной версии, глипция, вот, для GMAO там нету, а там есть только одна ссылка, кажется, на Shadow, кажется, но не важно, вот, там можно посмотреть, какая, какой версии глипция, какие, значит, способы эксплуатации работали, что запатчили, как именно, как бы тоже, конечно, для понимания общего, как бы, картины, достаточно интересно, вот, у меня все, спасибо всем большое за внимание, рад ответить на ваши вопросы. Тут люди интересуются, а можно ли, короче, как бы излайн говорить, что после того, как все плохо, все пихаем в JMAO. Ну, на самом деле, мне кажется, это неплохой базлайн, то есть, типа, сравнить все с JMAO или с MIMO. Это прям прикольно. Ну, то есть, базлайн, как, если выбирать какой-то Moalock, другой, отличный от Moalock, обычного, до JMAO, это, типа, бейзлайн, с которого надо, типа, начинать эксперимент. Ну, мне кажется, это стоит точно с ним померить, как минимум. То есть, может быть, если с него не начинать, то с ним померить точно стоит. Мне кажется, это очень неплохой локатор, тем более, он очень активно развивается, там очень много последних версий и добавлений, вот, и там, кажется, то есть, он далеко не заброшен, то есть, там люди постоянно активничают, там новые, значит, пулли-квесты появляются. Вот, единственная, наверное, проблема, что он сложен для понимания, потому что очень мало публичной информации, именно там какие-то доклады, не знаю, доки нет нормальные по внутренностям. Но, например, кстати, неплохо описано, очень настройки, которые можно его настроить, из-за этого тоже можно много чего понять, вот. Окей. Вопрос. Тут люди интересуются, а у Redis, у Redis, разве не свой локатор? Слушай, когда я последний раз смотрел, я смотрел версию 5.3.1, там был jmlog, даже если сойти на интерес репл, на гитхаб, там прям будет папочка jmlog. как будто бы у них свой подключенный. Внутри тоже jmlog использует. Ну, типа Redis такая. Я понял тебя.